доброго времени суток вы на канале фанима шум скулл с вами я максель и сейчас я вам расскажу об очередной разработке технического отдела лаборатории фанима шум скулл это переносной мобильный термостат он позволяет термокон уб термоконтроллер универсальный бытовой спектр применения его хозяйстве просто безграничный и назначение его создавать стабильные температурные условия в тех помещениях которые нам необходимы он специально был создан таким вот образом в виде переноски с термоконтроллером для того чтобы эти условия можно было создать в любом месте где нам необходимо будь то гараж будь то помещение для подогрева или согревания животных шиншиллы кошки знаю сплята или к примеру если жестокая зима для того чтобы не замерзла картошка в подвале надо быстренько взять поставить туда термоагрегат но недостатком вот такого термоагрегата есть то что он не будет создавать он будет создавать тепло независимо от условий внешней среды то есть режим его работы будет зависеть только от того в каком положении вы выставите вот этот регулятор и зависимости от температуры внешней среды будь то например на улице плюс 10 или на улице минус 10 или минус 20 он приблизительно будет работать в одном том же режиме поэтому постоянно будет необходимость калибровать вот эту настройку что не совсем удобно применение же такого агрегата избавит вас от лишних вот этих движений потому что настроив его в заданном режиме работы вы будете иметь постоянно стабильную температуру которая вам необходима и так сам агрегат как вы видите в комплекте находится вот такой стаканчик чуть позже объясню для чего он и вот сам прибор предусмотрительно в нем сделано именно двухметровая переноска очень удобная вилка с сетевым контроллером и само гнездо для подключения агрегата непосредственно сам аппарат сразу нужно отметить что он может работать в двух режимах в режиме на нагревание и в режиме охлаждения помещения в зависимости от той аппаратуры которая будет к нему подключена то есть он может работать как термостат для поддержания положительной температуры также вот и работать как термостат для создания отрицательной температуры то есть для работы холодильника происходит переключение его в разные режимы смотрите дополнительное видео по технической характеристики вот этого контроллера назначением же вот это видео я хочу показать простоту организации и работы вот этого агрегата к примеру нам нужно создать вот в данном случае какие-то стабильные температурные условия как мы будем это делать для этого мы подключаем этот агрегат сети то есть очень удобно если нужно отключить не нужно каждый раз выдергивать вилку из розетки можно просто подключить или отключить теперь при вращении регулятора термостата мы слышим вот характерный щелчок срабатывания контактов они будут замыкаться и размыкаться соответственно в той температуре которая сейчас находится в помещении ну вот в данном случае видим что сейчас приблизительно в помещении они срабатывают где-то на уровне 21 градуса так как находится в помещении контроль температуры то есть съем датчиком вот этой температуры является вот эта термопара вот этот элемент дальше вот вилка нужно нам подключить обогревающий элемент ну к примеру это будет обогреватель но для простоты демонстрации работы вот этого аппарата мы к нему подключим в данном случае к примеру вот такой вот обыкновенный бытовой фен сейчас вы поймете для чего я взял вот этот фен и так при подключении любых агрегатов мы давайте отключим его от сети подключим подключим вилку вот видите у нас вся система подключена сейчас ничего не происходит и скажем так создадим в данном случае ну вот в данном случае вот поставим необходимость нам например чтобы в этой комнате была температура поддерживалась на уровне плюс 10 градусов в данном случае у нас температура 21 градусов что произойдет если мы включим этот аппарат мы его подключаем как видим ничего не происходит потому что в этом помещении температура гораздо выше чем заданных наших параметров например плюс 10 и аппарат естественно в состоянии ожидания он не работает предположим другой случай если нам нужно создать условия немножко выше чем находится в помещении для этого мы поворачиваем как мы увидели заработал нагревательный прибор то есть если нам нужно сделать создать температуру 23 градуса то естественно будет включается уже нагреватель нагревающая аппаратура будь то батарея будь то тепловентилятор будь то какой-то другой прибор который будет создавать тепло теперь давайте рассмотрим такие еще один такой вариант хочу демонстрационно провести например нам необходимо создать температуру в этом помещении плюс 35 градусов ну скажем по каким-то причинам нам нужна такая высокая температура мы выставляем на самом регуляторе температуру 35 градусов теперь смотрите я выключил на самом теперь посмотрите что сейчас произойдет нам нужно добиться чтобы в самом помещении было 35 градусов при нагревании термопары до температуры 35 градусов что я сделал с помощью фена для быстроты самого демонстрации произошло размыкание самого агрегата температура поднялась до 35 градусов и он отключил нагревающий прибор шаг вот этого термоконтроллера приблизительно в 1 градус поэтому нагревательный прибор будет находиться в неактивном состоянии до тех пор пока не произойдет охлаждение самих контактов я не взял градусник в этот момент для контроля ну тут какое-то время происходит ожидание пока аппарат охлаждается и пока подключит я объясню для чего вот вот этот стаканчик этот стаканчик он предназначен для защиты самого теплоэлемента или вот этой термопары если нам необходимо будет поддерживать стабильную температуру в в жидкостях или в жидком растворе то есть мы можем таким вот образом поместить его в вот такой защитный чехол и поместить его какое-то жидкое состояние будь то например молоко как вы поняли после остывания теплоснимающего прибора или температуры снимающего прибора снова произошло подключение обогревательного прибора и так я думаю что на этом этапе мы сейчас демонстрацию самого прибора закончим и скажем что нужно дополнительно еще к этому всему добавить стаканчик поняли это для защиты вот самой термопары термопары от действия жидкостей то есть чтобы даже чистым он был молоко или вода или какое-то другое что вам необходимо нагревать теперь длина довольно таки хорошо где-то в районе полтора метра вот этой термопары то есть скажем так снимать температуру можно там где мы разместим этот прибор сама термопара можно разместить на расстоянии если быть точным 1750 сантиметров это почти в 2 метра то есть можно вот это все размотать и поставить этот термодатчик там где нам будет необходимо и самое главное в грибоводстве когда мы создаем температурные условия для блоков мы можем с помощью вот этой термопары мы можем вставить эту термопару в непосредственно в сам блок и когда происходит нагревание помещения то мы будем нагревать не воздух аппарат будет снимать температуру непосредственно в самом блоке и для инкубации например если нам необходимо температура 24 градуса внутри блока то термопару мы ставим внутрь блока и подключаем обогревательный прибор как только в блоке температура подымется до 24 градуса не в помещении а в самом блоке обогревательный прибор сразу отключит термостат сразу отключит обогрев и таким образом мы будем поддерживать постоянно стабильную температуру непосредственно в блоке а не в помещении и независимо от температуры внешней среды независимо от того какая температура на улице зимой у нас в блоке будет поддерживаться постоянно стабильная температура как показывает опыт вот такие агрегаты это китайский производитель но он позволяет он не очень скажем так не дорогой но зато позволяет работают очень длительное время некоторые агрегаты я вам скажу что у меня уже по пять лет они просто вот работают и скажем так система такая что она не выходит из строя очень таки надежно при том что работает в грибных помещениях где очень агрессивные условия постоянно влажность иногда вода попадает при поливах и ничего ему не случается работает себе да и работает ну вот что хотелось бы сказать так что если вас каким-то образом заинтересовал информация изложенная на этом видео то прошу обращаться по контактным телефонам которые указаны под этим видео в описании там вы сможете найти тот способ которым вам удобно будет сделать заказ и я смогу вам отправить вот такой вот прибор по вопросам стоимости и других акционных условий уточняйте непосредственно по контактным телефонам а с вами был Макс Ейлер как всегда на канале Файни Машем Скул следите за нашими публикациями будет много всего интересного наш технический отдел постоянно работает над изобретением все новых и новых агрегатов поэтому будет полезно подписаться на канал и следить за нашими публикациями дополнительную информацию о функциях и других целях и назначениях применения вот этого агрегата читайте комментарии под видео или смотрите плейлист на канале Файни Машем Скул термокон УБ термоконтроллер универсальный бытовой там будут ролики о том какие еще области применения возможны для этого агрегата для того как все Продолжение следует...